Раскаяние одного из распятых разбойников Даже один из распятых разбойников заразился недугом издевательства и дерзко сказал Иисусу, «Если ты говорил правду, что ты Христос, то спаси же себя, да и нас не забудь спасти». Другой же распятый разбойник унимал своего дерзкого товарища и говорил ему, «Или ты не боишься Бога, если издеваешься над его страдальческим положением, когда и сам осужден на то же страдание? Но мы не должны, мы не смеем и сравнивать себя с ним, потому что осуждены справедливо и приняли достойное наших дел наказание. А он, как ты знаешь, никому ничего худого не сделал». Это был пока единственный на Голгофе голос, всенародно заявивший о невиновности Иисуса. Смелость, с которой голос этот раздался в присутствии первосвященников и старейшин, свидетельствует, что говоривший это знал Иисуса как чудотворца и праведника. Мало того, последующие слова его доказывают, что он был знаком и с учением Христа и верил в Него как истинного Мессию. Крест Христов не соблазнил его, не поколебал в Нем эту веру. Он все-таки верил, что умирающий теперь на кресте Христос действительно царь Израилев, который рано или поздно восстановит свое царство. И вот под влиянием такой веры для распятого разбойника наступает минута покаяния. Он всенародно признает, что заслужил крестную смерть. Он не ропщет на осудивших его, не просит Иисуса избавить его от этой смерти, а думает теперь только о будущем и смиренно молит, чтобы Господь вспомнил и его, когда вступит в свое царство. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». Когда Капернаумский сотник высказал уверенность, что Иисусу достаточно только сказать слово и выздороветь слуга его, то Иисус, обращаясь к народу, сказал «И в Израиле не нашел я такой веры» от Луки 7 от 9. Теперь же, когда вера разбойника не поколебалась и от соблазна креста, он мог подумать «И в апостолах своих не нашел я такой веры». Поэтому, обращаясь к этому разбойнику, он сказал «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Слово «рай» происходит от персидского корня и означает «сад». В жарких странах во время солнечного зноя тенистый сад служил местом отдыха и успокоения, поэтому с садом или раем сравнивали и то место, которое предназначается для праведников в загробной жизни. Место для душ умерших евреи называли «Шеолом» и делили его на две части. Одна называлась «Раем» или «Лоном Авраамовым» и назначалась для праведных, другая же, назначенная грешником, называлась «Адом». Прощая опокаившемуся разбойнику грехи, Христос сказал ему, что «ныне же», то есть в тот же день, когда он умрет, душа его, как очищенная верой от грехов, будет вместе с душами праведников. Применяя же к уровню его понятий, Христос назвал «Раем» то место, куда душа его вступит в тот же день. Употребленное выражение «душа его, как очищенная верой от грехов» не совсем точно и может дать повод к недоразумениям. Правильнее выразиться так. Душа его, как удостоенное прощения грехов за открытое исповедание веры и искреннее всенародное покаяние, а главное, очищенная, искупительной жертвой Христа, будет вместе с душами праведников. Евангелист Лука свидетельствует, что злословил Иисуса один разбойник, а другой унимал его. Евангелисты же Матфей, 27-44, и Марк, 15-32, говорят, «И распятые с ним поносили его». Это кажущееся противоречие нетрудно примирить. Несомненно, что покаявшийся разбойник не мог почти одновременно излословить Христа и исповедовать свою веру в него. Поэтому надо признать, что злословил один разбойник. Сведения о том, как один разбойник унимал другого, как он обратился ко Христу и какой получил от него ответ, сообщает один только евангелист Лука. Евангелисты Матфей и Марк об этом ничего не говорят, но, перечисляя всех злословивших Иисуса, упоминают и о разбойниках, не придавая очевидно никакого значения тому один или два разбойника злословили. Говоря, что издевались над Иисусом проходящие первосвященники с книжниками и старейшинами, и фарисеями, воины, от Матфея 27-39-41, от Луки 23-36. Они не могли, конечно, обойти молчанием и издевательство одного из разбойников. И потому, употребляя, как это часто бывает в описаниях, множественное число вместо единственного, говорят, «Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его» от Матфея 27-44. Субтитры создавал DimaTorzok